— Мы что, не говорили с Дэви по телефону, когда его привезли во Флориду? Линда успокоилась. Она не могла не задуматься о странных нотках в голосе папы Тальбота. — Пообразите только! — со вздохом проговорила Эмили. — Все это для Дэви. — Его женушки, так ведь сердечко мое! — Тальбот Фокс похлопал Линду по руке. — Линда, а нос-то у тебя? — сообразила Эмили, увидев курносую миссис Дональд МакКензи. — У тебя нос блестит! — Жена! — сказала при себя Линда, нащупывая в сумочке пудреницу. Тот день, когда он в последний раз получил увольнение перед отъездом, они отправились на пикник в сосновую рощу. Племянник и приемная дочь Тальбота и Эмили Фокс. И каким-то образом, когда она пролила майонез ему на китель и принялась его щищать, это случилось. Она всегда знала, что это должно случиться, но ведь не в такой же нелепой ситуации. Их всегда связывало что-то гораздо более глубокое, чем родство. Это был непостижимо прочный союз, крепкие узы между сиротами, сотканные из множества тайн. Она оказалась в объятиях Деви, и он ее поцеловал с пугающей страстью, которая сказала ей так много. Он спрашивал ее, спрашивал без слов, как будто боялся словами все испортить. Слова пришли позднее, когда они лежали бок о бок, на хвои, глядя вверх на сосны и крепко сцепив руки, и даже тогда это были довольно рассудительные речи. — А как же дядя Тальбот и тетя Эмили? — спросил Деви. — Они на это не пойдут, Линни. — Что ты, Деви, они же любят тебя, милый. — Да, конечно, но ты их единственная дочь, а я кто? — Ты мой Деви. Затем Линда поняла, что он имел в виду, и усела с растерженного видом на траве. — Послушай, Деви, Фокс, во-первых, меня удочерили. Я Фокс-приемыш, а ты Фокс-покрой. — Кровь, — с кривой усмешкой произнес Деви. — Это точно, — заметила, — сладкий перчик. — Во-вторых, о том, что произошло с тобой в детстве. — По какому праву, Деви? Кто-то смел тебя осуждать одиннадцать лет назад? Ребенок не должен страдать из-за того, что сделали его родители. Посмотри на меня. Я даже не знаю, кто мои настоящие отец и мать. Не знаю, живы они или вообще ничего. — Совсем другое дело. У тебя чистое отрицание — неизвестность, а у меня определенные утверждения. Линда испугалась, поэтому рассердилась еще больше. — Деви, Фокс, если ты хочешь начать нашу совместную жизнь в таком настроении, чувствуя только жалость к себе и позволишь этому встать у нас на пути, то лучше тебе остаться одному. — Ну, Линда, — протянул Деви таким же разнесчастным тоном, как Тальбот говорил, — ну, Эмили. — Вот что мы сделаем, Деви. Мы сейчас же все расскажем маме с папой. Если они одобрят прекрасно, нам будет легче, и все мы станем гораздо счастливее. А если они упрутся, ты все равно выйдешь за меня. Так Деви в первый раз сказал это слово. Чтобы он не увидел страха у нее в глазах, Линда припала губами к его руке и очень нескоро нашла в себе силы оттолкнуться от него и сесть прямо. — Деви, самый дорогой мой человек, давай все им расскажем. У нас не очень-то много времени, ведь так? И вечно ей приходилось бояться. Она боялась в тот день и боится сейчас, пусть даже этот длинный, яркий транспарант протянут у нее над головой, и весь Райтсфилл принарядился, чтобы поздравить Деви с возвращением. — Завтра, — медленно проговорил Тальбот Фокс, — завтра, — ты сказала. — Надо бы сегодня, папа, — ответила Линда, — только, я думаю, потребуется какое-то время, чтобы получить разрешение договориться с доктором Дулитлом из Методистской церкви и все такое. — Они хотят пожениться, — повторила Эмили Фокс и взглянула со страданием на высокого седого мужчину, своего мужа, стоявшего у пианино, чуть отвернувшись от них. Линда знала, о чем думает растерянно улыбающаяся, круглая лица и приемная мать. Эмили думает, какой он сильный на вид ее, Тальбот, и каким слабым он порой бывает. — Ты против дяди, — сказал Дэви Воинстин. — Знаешь, Дэви, все ведь довольно сложно. — А что я тебе говорил, Линни? — Нет, Дэви, погоди, не сходи с ума. Было ясно, что Тальбот с трудом подыскивает слова. — Дэви, вы оба еще так молоды, двадцать один год и двадцать лет, очень молоды, сынок. — Вы с мамой были еще моложе, — возразила Линда. — И правда, Тальбот, — сказала обеспокоенная Эмили Фокс, — мы были моложе. — Кроме того, сейчас время другое, — продолжала Линда. — Сейчас все происходит быстрее, чем тогда. Дэви достаточно взрослый, чтобы летать на истребителях. И я не думаю, папа, чтоб ты всерьез считал ребенком двадцатилетнюю девушку. — Линда! — остановил ее Дэви. Она уязвленно замолчала. — Это ж просто отговорка, дядя, и ты это знаешь. Почему ты не скажешь, что думаешь на самом деле? — О чем ты, молодой человек? — проворчал Тальбот Фокс. — Не надо хитрить, дядя Тальбот, — сказал Дэви. — Ты знаешь, что я имею в виду. — Хорошо, — Тальбот помолчал, сжав крупный рот. — Тебе не дает и не даст покоя прошлое, Дэви. — Так я и знал, — крикнул Дэви. Линда довольно сильно пихнула его в бок, но не смогла заставить замолчать. — Ты боишься разговоров, боишься скандала. Ты думаешь, привел бы я тебя в свой дом одиннадцать лет назад и стал бы растить тебя как собственного сына, если я боялся скандала? — Не слишком-то справедливо по отношению к нам с твоим дядей Дэви, — дрожащим голосом добавила Эмили. Престиженный Дэви опустил голову. — Извини, тетя Эмили, но... — Я думаю не только о Линде, — сохраняя спокойствие, — продолжал Тальбот. — А тебе тоже. Я изучил тебя, мальчик. Ты всегда был очень восприимчивым ребенком, и события тех дней, естественно, оставил на тебе свой след. Плохой след. Линда увидела, что приемная мать смотрит во все глаза на высокого мужчину у пианино, как будто после стольких лет брака он все еще не перестал ее удивлять. — Ты не сможешь успокоиться, Дэви, и никогда не мог. Другой бы мальчик давно забыл или пересилил это, а ты позволил своей беде проникнуть тебе под кожу. Я боюсь, она снова вырвется наружу, если вы с Линдой поженитесь. Вот единственная причина, заставляющая меня колебаться. Другой нет. — Ну да, а то одной этой маловато. Дэви выпитил упрямый подбородок. — Если тебя пугают старые райциллские сплетницы, то мы с Линд после войны уедем отсюда, найдем себе место, где они нас не достанут. Я тебя знаю, Дэви. Тебе не будет легче ни в Чикаго, ни в Нью-Йорке, ни даже на Фиджи. Да поможет тебе Бог. — Пора вмешаться, — подумала Линда. — Папа, — спокойно сказала она, — ты не принимаешь во внимание одну вещь. О, как бы ей самой хотелось закрыть глаза на прошлое. Какое сердечко мое! Через три дня Дэви уезжает. — Через три дня, — слабым голосом повторила Эмили. — Да, с горьким удовлетворением, — сказал Дэви. И, может быть, больше не вернулся. — Дэви, — простонала тетя, — не говори таких ужасных вещей. — Минутку, — проговорил Тальботов. — А что, если так и будет? Что, если он не вернется, Линни? В тот момент Линда ненавидела этого высокого седого человека. Это было подло то, что он сказал. И еще подлее от того, что так действительно могло случиться. А он пошел дальше. — Если он не вернется, — сердце мое, — то, наверное, был бы справедливей по отношению к тебе. — Да при чем тут справедливость? — взорвалась Линда. — Мы можем тебе сразу сказать, что мы чувствуем. Мы с Дэви хотим вашего согласия от тебя и мамы. Но если его не будет, то мы все равно попросим доктора Дулитла завтра нас поженить. У нее губы задрожали. — Ты не можешь отнять у нас целых два дня. Может быть, только эти два дня у нас и будут. И она бросила с Дэви на шею. — Так-то, дядя! — усмехнулся через ее голову Дэви. — Ладно. Тальбот Фокс ответил ему такой же усмешкой. — Похоже, но обсуждать-то особо нечего. Как думаешь, мать? Оказавшись в центре внимания, Эмили вспыхнула. Но голос прозвучал твердо. — Дэви, родной, во мне так лучше бы этого не случилось. Я согласна с твоим дядей. Как-нибудь, когда-нибудь это все равно вернется и помешает вашему счастью. Да, мы эгоистичны. Мы не хотим смотреть, как рушится жизнь Линды или твоя жизнь, Дэви. А сами... Тут Эмили беспомощно потрясла головой. Все так перепуталось. Я так люблю вас обоих. Дети, если вы действительно считаете, что это ваше счастье, тогда благослови вас Господь. Интересно, как он выглядит, — сдвинув брови, проговорила Эмили Фокс. С другой стороны от Линды заерзал Тальбот Фокс. Хватит уже Эмили, — забавнил он. Целый год прошел. Мальчик, знаешь, сколько налетал там, в Китае, а ты прям ждешь чудо. Что-то в его голосе задело Линду. Она вынырнула из задумчивости и повернулась к нему спросить. — Хватит, Линни! — рявкнул Тальбот. — Хоть ты не извони меня, черт побери! Линда побледнела, а Эмили Фокс в ужасе уставилась на мужа. — Ну, ты нас уверял, что у Дэви все распрекрасно? Собственный голос донесся до Линды, откуда ты издалека. — Неважно, я актер, наверное, — опять забармотал Тальбот. — Мне нужно было раньше рассказать вам с мамой. Может быть, остановили бы эту церемонию. — Тальбот Фокс, — сурово произнесла его жена, — что с тобой? — Как только мы узнали, что Дэви доставили из индийской больницы в центр реабилитации в Сент-Питерсберг, — с несчастным видом сказал Тальбот, — я туда позвонил и переговорил с военным врачом. — Как-то сейчас Дэви, ну, не совсем такой, как я имею в виду, — Линда спросила одеревеневшими губами. — У него не все цело? — Нет-нет-нет, — скричал ее приемный отец. — Он цел? Что за дурацкие мысли? — Понимаешь, Дэви как бы надломился. Врач говорит, у него нервы немножко истрепались. Ох, да ничего серьезного, все поправимо. Вот живет пару месяцев дома с женой на тетке на истрепне, и все наладится. Тальбот Фокс убеждал женщин так горячо, что же очки запотели, он принялся яростно протирать стекла. Где-то бесконечно далеко перекатывался еле слышимый гул голосов, их прорезал заносчивый свисток Атлантического экспресса. Глава 2 — Садишься ему на хвост, и издаешь жару. Садишься ему на хвост, и издаешь жару. Садишься ему на... Красивая местность, да, капитан? Дэви Фокс улыбкой оторвался от хорошо знакомых видов за окном поезда. Сосед, покупая дородный мужчина, в помятом льняном костюме, весь сиял, глядя на него. — Ну-у-у, — сказал Дэви, и снова повернулся к окну. — Садишься ему на хвост. — Я заметил, как ты любуешься пейзажами, — сказал толстяк. — Такие мирные, у тебя даже улыбка появилась на лице. — Прекрасно, теперь заткнись. — Индокитай, да? — Знает участок. — Четырнадцатая, воздушная или десятая? — Сколько япошек сбил. — У тебя, смотрю, полно наградных лентчик, сынок. Слушай, готов поспорить, ты можешь рассказать массу захватывающих историй своим старикам. Например, о том, как во время налета «Зеро» японского истребителя Митсубиси А6М, когда они крутятся и укувыркаются по всему небу, ты вжимаешься в вонючую грязь на китайском рисовом поле. Или как, вытаскиваешь из кабины Майерса, умудрившегося с кишками на коленях посадить свой старый Р-40. Или еще история о таинственном исчезновении мертвых японских летчиков, которых ты расстрелял в голодной деревне желтокожих под кунь-миним. На зверски кусачьих мухах, о зловонии, поднимающемся отовсюду, о медном солнце Китая оно поджарит тебя заживо, а эти дрожащие псы, как они разбегаются от пустых суповых мисок. Можно рассказать о том, как сломалась твоя тарахтелка посреди бандитского улья, и ты сел на брюхо, заросли кустарника, на острый, как нож гребень горы, наблюдая, как падает, плавающий гроб лью Бингса. А сам Бингс, доверчивый парень, распускает парашют, и пошки жужжат вокруг и плюются трассирующими пулями. О том, как ты тащил на спине Бингса сто шестьдесят семь миль, позанятые японцами местности, с автоматом Томпсона под другой рукой и с двумя магазинами на поясе, а у Бингса ноги болтаются, как всмятку. Так отсиживаясь в серых скалах, ты склонялся над серым лицом Бингса, прислушивался к его кашлю, с которым из него уходили остатки жизни, и думал, кому из двоих повезет больше, когда эти сынишки неба подойдут ближе. Да, друг, захватывающих историй у меня накопилось много. И долго тебя не было, капитан? Кот, наверное, не знаю. И ни разу за все это время не виделся с семьей? Ну, парень, могу себе представить, что ты чувствуешь, женат? Да, да, вот здорово, ты возвращаешься домой, там тебя ждет девчонка. Сынок, я тебе завидую. Послушай, ты, нельзя ей со мной, я не тот, кого она ждет. Нормально, да? Она думает встретить того мечтательного мальчишку, еще и молоко на губах не обсохло, а получит великого героя, летучего лиса. Убийцу, обвешанного медалями. Надо будет ей сказать, — вяло подумал Дэви под непрерывную болтовню толстяка. Она должна знать, что получает обратно. Глядя в окно, он продолжал улыбаться. И так-то все было паршиво, когда он уезжал. И как ей объяснить, что после полетов на Р-38 американском истребителе-перехватчике Локхид Р-38 «Молния» над Южным Китаем стала не лучше, а хуже? Ты стреляешь, ты убиваешь, но ты можешь сбросить прошлое. Оно становится еще тяжелее. Родина, милая Родина, замечательная штука, родной дом. Да, капитан? Для большинства, да, наверное. Для парней, которые воспринимают жизнь легко. Для тех, кто просто любит свою жену. Или девушку, и кого не пожирает изнутри рак. Теперь, когда мы снова обращаемся к мирной жизни, мы теперь, тут раз сбив один, а может и два, зеро, он посадил свой изрешеченный пулемет-драндулет на бурое поле куньмина. На негнущихся ногах со вкусом смерти во рту он прошел в радиорубку и обнаружил там шесть задержавшихся писем с Родины. Из одного конверта со штемперем Райтсвилла выпало несколько газетных вырезок. Только вырезки. Хоть бы словечко от руки, которое могло бы указать на отправителя. Источник был ему хорошо знаком. Райтсвиллский архив. Одна вырезка была из колонки из сплетен. Он узнал этот типографский макет. В торговой палате на вечере Красного Креста мы встретили мистер и миссис Дональд Маккензи, мистер и миссис Хеллэм Лак, мистер и миссис Джон Ф. Райт, сенаторы и миссис Картер Брэдфорд, доктора Майло Уиллоби, судью и миссис Элай Мартинсон, миссис Дэви Фокс, об руку с мистером Элленом Кейном, мисс Нэнси Логан, в сопровождении сержанта техника Мортен Эф Данцега. Слова об руку были жирно подчеркнуты красным карандашом. Трясущими с руками Дэви перебирал другие вырезки. Одна новобрачная жена фронтовика, хорошо известная на холме, появилась в субботу вечером 16 сентября в перекрестке с неким 42-летним фармацевтом. Кто ж это такая? Второй приз на благотворительном вечере в Данцинге Роще присужден Линди Фокс и Эллену Кейну за румбу. Еще две-три заметки. У Дэви так сильно дрожали руки, что старший офицер пристально на него посмотрел, и Дэви пришлось их спрятать. А ведь Линни ему обещала. Этот щеголеватый, вкрадчивый, ироничный Кейн вечно он норовил приударить за Линн, ища со школы, и на выпускном вечере. И вот пока я, герой, идиот, летаю над Китаем, 42-летний фармацевт пользуется удобным моментом, и Линда ему позволяет. Конечно. Откуда есть знать? Может быть, я не вернулся? Весь кипят, Дэви схватил другое письмо. От Линды. Дорогой, так скучаю, у нас никаких известий о тебе. Там есть малярия. Элвина Кейна на этом имени. Дэви сфокусировал взгляд и стал читать внимательнее. Курьезные случаи, дорогой. Ты помнишь Элвина Кейна, как я его раньше презирала? Так вот, Элвин стал другим человеком. Правда, дорогой, ты бы его не узнал. Недавно я с ним столкнулась на вечере, организованном Красным Крестом. Он был так мил, так не похож на прежнего Элвина. И я подумала, ничего страшного, если я схожу с ним в кино, в большой компании, включая Петти и Карта Брэдфорд, Кармел Петтигру с каким-то морячком. Это последний дружок Кармел. И так далее. Думаю, ты бы не возражал, любимый. В конце концов, супруг мой, я не выходила из дому с тех пор, как ты меня покинул. Ну и вот, мы все пошли в кино. Это было вечером, в следующую субботу. А потом заскочили в перекресток. Заказали пиво. Пришлось сидеть за отдельными столиками. И мы с Элвином говорили только о тебе, дорогой Дэви. Элвин искренне очень гордится тобой. После этого я с ним еще виделась пару раз. Ах да, мама, папа и я вместе ходили на танцевальный вечер в рощу специально для владельцев облигаций военного займа. И, конечно, Элвин был там. Все там были. И он подошел к маме и спросил разрешения, чтобы он был моим партнером в танцевальном конкурсе. Бедная мама перепугалась. Ты ведь знаешь, какая она скромница. Но папа похмыкал, почесал в затылке и сказал, что вреда не будет. В общем, Дэви, как это ни глупо, но вокруг начались разговоры, и я резко это оборвала. Наверное, я вела себя неблагоразумно. Ты же знаешь наш Райтсвилл. В колонке сплетен архива появилась пара грязных заметок. В них сразу можно узнать мастерицу пускать слухи, Эми Дюпре. Мне захотелось купить рекламное место в архиве и поместить объявление. Дорогой Райтсвилл, все это неправда. Может ли быть что-либо глупее, но просто на пустом месте. Элвин Кейн, подумать только. Я уверен, что бедняга ошеломлен совершенно. Он мне звонил несколько раз. Разумеется, я старался не делать ему больно. Несмотря на всю эту манерность, он, кажется, довольно одинок, и он так трогательно стремится стать нашим другом. Но, естественно, я каждый раз отделывался от него. О, Дэви, мой родной, ты не знаешь, как у меня замирает сердце при каждом телефонном звонке и каждой телеграмме, как я жду весточки от моего дорогого, дорогого, дорогого. Люблю тебя. Я тебя люблю, Линни. Люблю. Но теперь я совсем другой человек. Ты меня совсем не знаешь. Что-то у меня случилось с головой. Я тебя люблю. Это подло в тебе сомневаться. Но все-таки там что-то нехорошо. Нехорошо. Волна слепой ярости накрыла его, и он снова придирчиво осмотрел конверт с газетными клочками, выискивая намеки, улики. Все впустую. Наконец он решил, что отправителем была Эмилин Дюпре. Все это дурно пахло и соответствовало приемам старой сплетницы, и его гнев ослаб, оставив, как всегда, зуд и дрожь в руках. — Капитан Фокс! — воскликнул кондуктор. — Мы только что проехали райцилу зловую. Вам выходи через две минуты. — О, спасибо. Дэви поднялся с кресла и потянулся за сумкой. Вот толстяка даже челюсть отвисла. — Слушай, ты тот самый летучий лис, о котором я читал, герой из райцвила, который сбил массу епошек, и еще на земле, когда они обложили вас с Бингсом, перестрелял кучу из своего Томми, пока часть тичинка вас не выручили. Я читал, что Конгресс награждает тебя медалью славы. — Так, так, так. И вдруг толстяк встревожился. — Что случилось, капитан? Ты как? У тебя руки дрожат. Ну-ка, я помогу тебе с сумкой. Нет-нет, нет, не составит труда. Для меня это такая честь. Дэвин опрягся, стараясь удержаться на ногах в тряском лагоне и, опустив глаза, посмотрел на свои руки. Действительно, дрожат. Опять. И, как всегда, вместе с дрожью возникло ощущение зуда. Будто миллион пляшущих в ознобой иголочек или пузырьки газа ползут по рукам и выпрыгивают через кожу. — Все это у вас в голове, капитан Фокс, — говорил военный врач. — Нервная реакция на то, что вам пришлось пережить в том пешем походе по японским тылам. И врач ВВС в Куньмине говорил то же самое. Но Дэви не рассказывал ни врачу ВВС, ни тому врачу в Карачи, ни другим докторам, что эта колкая дрожь появлялась в тех случаях, когда он мысленно возвращался в Райтсвилл на двенадцать лет назад к тому, что произошло там. И тогда с маленьким мальчиком в драных штанах. Между тем толстяк уж вовсю сражался с сумками. — Порядок, — сказал Дэви, не расставаясь с любезной улыбкой, так обеспокоивший военных врачей. Атлантический экспресс замедлил ход у вокзала Райтсвилла, чтобы герой мог сойти, и Дэви увидел громадное скопище народа. Люди смеялись, размахивали флажками, сверкали трубы военного оркестра, музыканты раздували красные щеки, наяривая что-то бравурное. Отстраненный взгляд скользил по ликующей толпе без интереса. Непонятно только, почему все они такие нарядные. В воскресных костюмах в будний-то день... Дэви даже засомневался, не перепутал ли он дату, а, может быть, сегодня четвертое июля. Определенно шум они подняли изрядный. Поезд остановился, ему бросился в глаза гигантский транспарант с его именем, протянутым над путями. В следующий момент он увидел Линду. — Линни, Линни, ничего не говори, любимый, просто дай мне обнять тебя крепче. И Сейкин, библиотекарь и специалист по генеалогии, взбившийся на бок шляпки, перегнулась через дверцу автомобиля и пронзительно закричала. — Капитан! Капитан Фокс! Поставьте вашу подпись, пожалуйста! Пожалуйста, капитан! — дрожащей рукой она протягивала ему лист плотной бумаги и авторучку. — Да, мисс Эйкин! — Это мой милый, — сказала Эмири Фокс, покусывая на свой платок. — Для вашей коллекции, мисс Эйкин, — прогудел Тальбот Фокс. — Это заняло прочное положение в этом городке, Дэви. Давай, давай, никто тебя не укусит, расписывайся! — А что такое-то? — Весь этот шум смущал Дэви, и он никак не мог понять, в чем его причина. — Мисс Эйкин хочет получить твой автограф для своей коллекции знаменитых Райтсвилдсов, дорогой! — на ухо объяснила ему Линда. — Оно же многие годы собирает эту коллекцию, помнишь? — Пожалуйста, капитан! — опять взвизгнула мисс Эйкин. — О, черт побери! Я же не... — Но вы должны! — Пожалуйста, дорогой! — попросила Линда. Дэви взял ручку из костлявых пальцев мисс Эйкин. Все отказалось ему нереальным. Очень старательно он вывел. — Дэви Фокс, капитан ВВС США. Вереница автомобилей триумфально катилась мимо развалюх Лоу-Виллидж, сплошь из украшенных, по такому случаю, гирляндами из гофрированной бумаги и флагами. Люди высовывались из окон и сыпали конфетти. Барабанщицы из Энвиканского легиона красиво маршировали перед автомобилем героя, отбивая ритм. Дэви стоял в открытой машине, улыбался и помахивал рукой. Пальцы Линды сжимали его левую ногу. Вонзившись в больную мышцу, он был благодарен ей за эту острую боль. Мертвый Майерс ухмылялся ему из красной пыли аэродрома в Кунине и подначил. — Но ты ас! Еще и медаль, и чествуй! — Поцелуй за меня мою маму! — выговорил мертвенно серыми губами Бинкс с соседней койки госпиталя в Карачи. — Она живет в кантоне, штат Огайя. Давай ты, герой, ты за... — Хорошо, Бинкс, хорошо, ради бога, мне не трудно. Угол Слоу Кима Вашингтона, поворот, магазинчик Логана. — Прекрасно разделанное мясо, свежайшая птица. В испачканном кровью переднике мистер Логан стоит на пороге, широко расставив ноги и машет рукой. Старый Логан, забрызганный кровью. Он все тот же, ничего не меняется. — Невозможно. Ты — герой в крови и дерьме. — Ладно, Бинкс, не волнуйся. Скоро это закончится, и они меня забудут. Я надеюсь, надеюсь. Не могу, Линк. Просто не могу. Дэви терзался в объятиях жены на кровати в апартаментах отеля Холлис, который сказал для них комитет по встрече. Нужно же капитану и миссис Дэви Фокс отдохнуть перед торжественным ленчем. — Ну, что же делать, Дэви? Придется как-то. Тихонько бубнила Линда. — Какой ужас. — Прием. Речи. — Будет губернатор, Дэви? — Я не умею произносить речи. — Скажи немножко, только то, что ты сам захочешь, дорогой. — Если я выскажу им то, что думаю, то меня... меня бросят за решетку. Линни, Бинкс не хотел, чтобы его спасали. Линни, Бинкс не хотел, чтобы я тащил его через пол Китая. Он хотел умереть там, где его сбили японцы. Дэви, он сделал свое дело. Он знал, что он человек конченый, и он не хотел, чтобы его спасали и отправляли домой. Бинкс был до смерти напуган тем, что узнал на войне о самом себе. Наверное, мы... мы все такие. — Да, Дэви, не надо ничего говорить. Бинкс злился на меня. Когда нас перевезли из Куньмина в госпиталь Карачи, мы лежали на соседних койках. Перед самой смертью он так разъявился, орал на меня, обзывал по-всячески. Он был прав. У мужчины есть право умереть, если он знает, что полностью уничтожен, ни на что не годится и боится вернуться домой. Дэви говорил, почернев лицом от прорвавшегося потока слов. А Линни целовала его глаза, губы, плечи, руки, все его тело. Она почти не слышала, о чем он говорит. — Ты меня слышишь, Линни? Во мне сидит страх. Больше тебе ничего бояться, Дэви. Больше, но ведь это только начало. Линни, Линни, ты не понимаешь. Я совсем не тот, за кого ты выходила. У меня руки в крови. Я знаю, что такое убивать. Я... И он замолчал так внезапно, что Линда встревожилась. — Да, Дэви. Ух, Линни, я так по тебе соскучился. И я, Дэви. Но он не это хотел сказать. Линда отстранилась и внимательно на него посмотрела, а он уже улыбался безличной любезной улыбкой, точно так же, как на вокзале, когда он стоял на нижней ступеньке вагона, пожимая требовательно протянутые к нему руки. Она положила его голову к себе на грудь, и несколько минут спустя он вдруг заснул. Линда чуть придерживала его, не смея шевельнуться. — Ох, Дэви, Дэви, от тебя почти ничего не осталось, просто мешок с костями. Кожа усохла и потемнела, и вся потрескалась, как то старое кожаное кресло, которое папа выкинул на задний двор. А глаза когда-то не отсвечивали такой глубокой синевой. Теперь они в сетке красноватых прожилок и провалились, как у старика. И волосы, и еще вчера блестящая черная копна, вся в нитях седины. — Ему же двадцать два года, — подумала Линда. — Двадцать два! Не может быть, что это только война. Есть что-то еще, что-то давнее. Но эту мысль Линда тотчас прогнала прочь. Глава третья Больной лис Первоначальный план Линды предусматривал обзаведение домом где-нибудь в новом квартале Райтсвилла. Замысел возник сразу, как только она узнала, что для Дэви война, по всей видимости, закончилась. Линда представляла себе опрятный маленький коттедж, типичный для Новой Англии, окруженный цветочными клумбами, увитый розами и виноградом, и чтобы рядом росли цветущие кусты, вишни и яблони, и чтобы огород тоже был. В уме она уже обставила этот домик сверху донизу, не забывая детской комнате. Детская стала для нее особенным испытанием. Требуется масса вещей, которые невозможно достать. Какое необыкновенное, странное и сладкое удовлетворение в том, чтобы расстраиваться из-за вещей, которые невозможно достать, для детской комнаты в доме, который даже не существует. Этот неведомый младенец, перспектива появления которого была очень и очень далекой, ребенок, которого вообще-то может не быть, это Линда понимала. Но все это было до возвращения Дэви. До того, как Линде стало доподлинно известно, что через несколько месяцев капитан Дэви Фокс будет с почетом демобилизован из ВВС в США из-за психоневрологической травмы. Воображаемый домик рухнул, оставив в душе у Линды разор и опустошение, однако внешне она ничем себя не выдала. — Конечно, это была глупая идея, — бодро сказала Линда Эмили в тот же вечер, как вернулся Дэви. — Пусть Дэви сначала привыкнет к мирной жизни, пусть он полностью окрепнет. — Да, родная, конечно, — отзвалась Эмили на хмуре с самой малость. — Сегодня же поговорю с отцом. — На следующее утро. За завтраком Эмили радостно объявила. — Ну, дети, все устроилось. Вчера вечером мы с Тальботом все решили. — Правда, Тальбот? — Что устроилось? — медленно спросил Дэви. — В первую очередь, Дэви, тебе нужно как следует отдохнуть. Приятно провести время. Я имею в виду, чтобы тебе не надо было ни о чем беспокоиться, обо всяких там нудных мелочах. Правда, Тальбот? Тальбот широко улыбнулся. — Совершенно верно. — Мы понятия не имели, Дэви, что ты так скоро окажешься дома, иначе уже все бы для тебя подготовили. Линни, вы со своим распрекрасно молодым юным героем получаете в полное распоряжение весь верхний этаж. Его можно занимать немедленно. Кто поддерживает такое предложение? — О, папа! — крикнула Линда. — Дэви, ты слышал? — Здорово! — Правда? — Да, отлично! — буркнул Дэви. — Есть хочешь заняться домашним хозяйством, Линни? — продолжал Тальбот. — Что же можно? Побыстрому раздобыть кухонное оборудование у Клинта Фоздика, а пустующую комнату с северной стороны превратить в кухню. — Нет, Тальбот, — твердо заявила Эмили, — я не хочу, чтобы Линда сразу попала в рабство. Встала к горячей плите и занималась готовкой. Пусть они поживут, как в отеле. Настоящий медовый месяц, и пусть он продолжается, сколько вы захотите, дети. Правда же, Тальбот? — Ты права, как всегда, — искренне отозвался Тальбот. — Ох, Дэви, может быть, поделишься мыслями о том, что ты собираешься делать? — Делать? — Дэви поднял глаза от тарелки. — Ты как, хочешь закончить свое инженерное образование или сразу пойдешь со мной на завод? — Ох, — Дэви задумался, вертя на тарелки горячие блинчики. Наконец сказал. — Если ты не против, дядя Тальбот, ни то, ни другое. — Папа, что с тобой? — быстро вмешалась Линда. — Конечно, Дэви пока не знает, что он захочет делать. У него масса времени, чтобы принять правильные решения. — Да он пошутил! — фыркнула Эмили, метнув мужа выразительный взгляд. — Ну, разумеется, разумеется, — поспешил подать реплику смущенный Тальбот Фокс. — Я и не думал, что нужно решать прямо сейчас. Просто когда ты отдохнешь и будешь готов, естественно. — Спасибо, дядя Тальбот. Но я не могу жить за твой счет, как бездельник. — Дэви, Фокс, ты прямо нас пугаешь! — воскликнула тетка. — Погоди, Эмили. Тальбот снова почувствовал твердую почву под ногами. — Мне понятны чувства, Дэви. Но ты кое-что забыл, сынок. Мы тебя воспитывали, пока ты был несовершеннолетним. Доверительный фонд, которым я управлял от твоего имени, фонд твоего отца, теперь твой, Дэви. Вилка выпала из руки Дэви с негромким, но резким стуком. — Ах, да! — выдавил он. — Вот как! — помолчал удрученно, потом спросил. — А что ты думаешь, Линни? Его запавшие глаза о чем-то ее умоляли. — Все, что скажешь, дорогой, что захочешь? — Ну, я не думаю. — Ничего пока не надумал Лин. — Если мы останемся здесь, мы могли бы оплачивать дяде Тальботу и тете Эмили аренду из моего фонда. — Арендная плата? Эмили всплеснула руками и вдруг расплакалась. — Уймись, Эмили! — строго сказал Тальбот. — Открывать все краны с водой только потому, что Дэви — мужчина, обладает мужским характером. — Я понимаю тебя, Дэви. Ты все решишь сам. Я переоформлю эти средства на твое имя. Дэви съежился. — Лучше и дальше самоуправляемый дядя. Я ничего не смыслю в деньгах. — Из тебя получится отличный партнер по бизнесу! — проворчал Тальбот Фокс, заставив Дэви усмехнуться, после чего все принялись смеяться. И Линда, и Эмили, и Тальбот. И завтрак закончился на ноте возбужденной веселости. А дом мечта Линды воплотился в четырех комнатах на верхнем этаже громадного старого дома, в котором она жила с того самого момента, как папа Тальбот привез ее четырехлетнюю в старом додже универсали из сиротского приюта Слоукема и передал на руки мамы Эмили. Дэви был болен, в этом никто не сомневался. Особенно тяжело для Линды и ее приемных родителей было то, что против этой хвори старый доктор Уиллаби не мог выписать рецепта. Ее нельзя было увидеть на рентгенограмме или отправить в запечатанные бутылки на анализ в лабораторию. Вообще-то, благодаря мягкому прессингу, Жениной заботы и нескончаемому потоку вкусненького для Дэви из теткиной кухни, Дэви даже поправился и выглядел просто хорошо. Нет, его недуг имел не физическую природу. Но и душевным расстройством, это тоже не назовешь, в райцеле разбирались в таких вещах. Душевно больной была, например, Эстрелла Эйккин, старая дева сестра заведующей библиотеки Карнеги. Однажды, когда ей было далеко, за сорок, ее застукали за милым занятием, она танцевала в вечернем платье среди могил на кладбище Твинхилл. Потом ее поместили в палату для тронутых окружной больницы в Слоукеме. Но Дэви, Дэви обладал абсолютно ясным мышлением, Пожелый Дарча ищур. Такое впечатление, что после возвращения он стал воспринимать действительность с апокалиптической четкостью, словно провел последний год не в Китае, а в Царстве Господнем. В нем развился антиобщественный дар добираться в любой теме до самой сути, раскладывать ее по косточкам. С ним было равно трудно завязать и пустяшный, мимолетный разговор, и обсуждать простые истины из редакторской колонки архива. В таких случаях Дэви молча сидел с обычной своей приклеенной улыбкой, не втягиваясь в беседу, кто вдруг необъяснимо выходил из себя и набрасывался на шарашенную семью. Короче, с ума сойти. Один день он мог быть заинтересованным, энергичным, общительным, даже веселым, а на другой погружался в глубочайшую меланхолию, и из этого состояния даже Линде не удавалось его вытянуть. В такое время он проявлял пугающую потребность в одиночестве. Бродил целыми днями по лесу, засунув руки в карманы, безразличные к погоде. Бывало, что Линда застывала его на берегу озера в сосновой роще, раскинется в высокой траве и спит на солнцепёке. Как шпионка она наблюдала за ним из-за дерева, а когда он начинал шевелиться и просыпался, то смотрела сквозь слезы, как он нетвердым шагом бредел через рощу. Потом промокала глаза, пудрила нос и припускала с бегом, чтобы случайно столкнуться с ним. — Что ты делал, дорогой? — Ничего. — У тебя пятна травы на брюках. — Ох, да, немного вздремнул у озера. — Ничего удивительного, — со смехом говорила Линда. — Прошлую ночь ты почти глаз не сомкнул. — Да ну тебя! — Откуда ты знаешь? Ты же с ней смотрела. — Понимаешь, Дэви, Фокс, женщины, любящие своих мужей, знают о них очень много. Дэви бросил на нее подозрительный взгляд, и они под руку молча шли домой. Уже давно Линда решила не донимать его расспросами, но однажды, когда они в привычном молчании тащились к себе на холм, она вдруг сорвалась и с ужасом услышала собственный крик. — Дэви, ради Бога, объясни, что не так? Она почувствовала, как он напрягся и заплакала от злости на себя. И так губы Дэви сложились в ту милую, приторную улыбку, которую Линда стала бояться и ненавидеть. Но что-то ее подталкивало, и она не захотела отступать. — В чем дело? Дэви, ты меня больше не любишь? — Ничего не поделаешь. — Пора все-таки выяснить. Она должна знать, было ли это то самое или что-то другое. Я тебя, черт меня, побери! Люблю, конечно. И, как я догадываюсь, всегда буду любить. О, Дэви! Не знаю, Лин. Как ты меня терпишь? От меня тебе одни огорчения. Я пытался сказать в тот день, когда вернулся домой. Я уже не тот человек, который от тебя уезжал. Или, может быть, тот же самый, только еще более. Ах, что толку! Я беспокоюсь, что твоя жизнь уходит. — Перестань, Дэви! В отчаянии крикнула Линда. — Послушай меня! Не смей так говорить! Не смей так думать! — Дорогой ты мой! Ну, почему ты не доверишься мне? Зачем тогда жена? Я могу помочь, Дэви. В чем дело? — Ни в чем. В нервах. У меня нервы расшатаны. — А! Ничего другого нет, Дэви! Не старайся скрывать от меня, если тебя что-то гнетет. Расскажи мне, милый, может быть, это просто в твоих мыслях? Может быть, если ты поделишься со мной, все наладится? Дэви шел молча. Линда даже подумала, что он ее не слушает, но потом он пробормотал. — Все будет со мной в порядке, Линни. Вот и все, что она смогла из него вытянуть, и больше эту тему она не затрагивала. Они опять соскользнули в ту же всеуглубляющуюся колею. Она следила, как он уходит в какое-нибудь уединенное место. Они случайно встречались, прили домой в напряженном, рвущем душу молчании, и уносили это напряжение и горе в свои комнаты. На прогулках, если Дэви был не слишком отчужден, Линда могла взять его руку и размахивать ею. Это явно доставляло ему удовольствие, и тогда походку Линда делала с легкой. Вот на таких крохах Линда Фокс просуществовала целых три месяца. Однажды вечером, отчаявшись, Линда предложила сходить в кино. — Давайте пойдем все, — сказала она. — Дэви, не хочешь для разнообразия посмотреть фильм? — Это тебе ведь хочется пойти, Линни. — Разве нет? Он пребывал в апатии. — Нет-нет, — быстро ответила Линда. — Если тебе неинтересно, то я не хочу. — А что показывают новую версию подозрения, с Кэрри Грантом и... — Нет, нет, — крикнул Дэви. Все уставились на него в испуге. Он вспыхнул и забромотал. — Мне, кажется, я не смогу так долго высидеть на одном месте. Линни, сходи с тетей Эмили и дядей Тальботом. — Оставить тебя одного, ну? — Нет, — прикрыв глаза, отзвалась Линда. — Но мама с папой месяцами не выходят никуда. Им хорошо бы сходить. — Ты хочешь, Тальбот? — довольно жалобно спросила Эмили и мужа. — Действительно? После возвращения Дэви из-за его необъяснимого поведения все оказались крепко привязаны к дому. — Да днем я забегал к Луике Эйхону, — робко сообщил Тальбот. — И он сказал, что купил билеты на отличный новый диснеевский мультфильм. Будут крутить с сегодняшнего дня. Кончилось с тем, что Эмили и Тальбот пошли таки в кино. — Дэви, а почему ты не захотел смотреть подозрения? — спокойно спросила Линда, когда они остались наедине. Я уже видел в Китае или в Индии, где-то там. Забыл сейчас. — Причин-то не в этом, Дэви. Причин не хуже других. — Хорошо, Дэви, хорошо. Они молча сидели в гостиной. Линда штопала носки Дэви, а он листал старый номер лайфа, листал слишком быстро. Втыкая иголку и откусывая нитку, Линда прикидывала, долго ли еще она сможет выдерживать такое давление тишины в замкнутом пространстве. Что должно случиться, что должно проявиться. И тогда... Но Линда старалась не думать, что может произойти тогда. Уже несколько недель она прикладывала весьма серьезные усилия, чтобы вообще ни о чем не думать. Раздался звонок в дверь. Дэви подскочил и уронил журнал с колен. — Господи, помилуй, Дэви! — усмехнулась Линда. Ты нервный, прямо как кобыла Бесси у старика-ханкера. Кто это? Кто это? Кто? — целопотал Дэви. — Откуда мне знать? Вдруг папа вернулся? Забыл бумажник или что-нибудь еще? Открой дверь, Дэви. Это какая-то ищейка. Я никого не хочу видеть, Линд. — Ну, это уж чистое ребячество! — спокойно возразила Линда. — Тебе только на пользу было бы встречаться с людьми, разговаривать. С твоего возвращения мы живем отшельниками. Пойди, открой, Дэви. Дэви кивнул и двинулся, волоча ноги. Линда перестала шить и прислушалась. Наверное, это Петти Брэдфорд с картом. Было бы здорово. Петти несколько раз звонила, но Линда придумывала отговорки. Наверное, это ей показалось странным. Вот она и вытащила карты из дому, посмотреть, какие там проблемы возникли у Линды. Это как раз в духе Петт. Очень странно. Да, вот именно. Она услышала голоса в коридоре и, борясь со слезами, снова склонилась над работой. Когда Дэви возник между портьерами, Линда уже улыбалась. Дэви тоже улыбался. Линда бросила взгляд ему за спину. Эмилин Дюпре и мисс Эйкин. — Ох, как мило! — воскликнула Линда, вскакивая на ноги. — Беда! Эмилин Дюпре зря не придет. Жди неприятностей. — Ну, действительно, — поддержал ее Дэви. — Просто по-соседски. Садитесь, мисс Дюпре, вот сюда. Это очень удобное кресло. На мисс Эйкин, имевшую несколько испуганный вид, он не обращал внимания. — Да вы прекрасно смотрите с капитан. Все тетки настрепня, я уверена, — сказала Эмилин Дюпре. Блестящие глазки быстро ощупали изящную фигурку Линды. — А вы, Линда, не набираете вес в районе талии. — Если вы интересуетесь, жду ли я ребенка, мисс Дюпре, — парировала Линда, — то отвечу, — пока нет, уж извините. Дамы захихикали. На щеках у Линды выступили красные пятна. Она прикусила губу. Нужно держать себя в руках. Спокойнее ей Линда. Она еще и пушку не зарядила. — Мы с мисс Эйкин случайно проходили мимо, — начала мисс Дюпре. Мисс Эйкин нервно кивнула. — О, не надо извинений. Я рад, что вы зашли, мисс Дюпре, — обратился Дэви к костлявой, быстроглазой даме. — У вас, случайно, нет с собой каких-нибудь старых газетных вырезок? — Газетных вырезок? Мисс Дюпре помолчала. — О чем это вы, капитан? — Дэви сказал грубо. — Я еще не отблагодарил вас за ту пачку, которую вы прислали мне в Кунь-Мин, в Китай. Она как была серая, так и осталась. Но глаза ее выдали. Злорадная вспышка и сразу спасительные шторки век. — Даже не представляю себе, что вы имеете в виду, Дэви Фокс. Я, я посылал вам газетные вырезки. — А, так, заскок, — сказал Дэви. Его интерес как гости тот чужой указ. Он обернулся от библиотекарши. — Простите меня, мисс Эйкин, я читаю важную статью. После чего устало прошаркал в другой конец комнаты, подобрал с полжурнал и ссутулился над ним. Мисс Дюпре взглянула на мисс Эйкин. Я взгляд говорил. — Вот, видите, я была права. Он ведет себя очень странно. — Дэви, — позвала Линда. Он послал ей улыбку, но с места не сдвинулся. Линда повернулась к дамам. — С вашей стороны было очень любезно зайти нас проведать, но Дэви еще не полностью восстановился после того, что пережил в Китае. — Мы знаем, знаем, — затраторила мисс Эйкин. — Мы бы не стали вас беспокоить, Линда, если бы не... — Мисс Эйкин имеет в виду, дорогая, — вмешалась Эми Дюпре, — что мы зашли с целью. — Еще бы, — мрачно подумала Линда. — Понимаете, Линда, мисс Эйкин нуждается в вашем содействии. Мисс Дюпре редко употребляла короткое слово, если его, может, было заменить длинным. — Моем? — Линда нахмурилась. — Это касается моей коллекции с жаром, — затраторила библиотекарша. И Эми подумала. — Позвольте мне объяснить, Долорес, — пропела Эми. — Вы знаете, конечно, что мисс Эйкин собирает автографы знаменитых Райтсвилдсов. Линда кивнула с растущим недоумением. Так вот, у нее имеются автографы всех членов семьи Райт, начиная с Джезрила Райта, основательно нашего города. — Это поистине бриллиант моей коллекции, — ставила мисс Эйкин благоговейна. Короче говоря, коллекция мисс Эйкин в разделе семьи Райт была полна, если бы она смогла в нее добавить еще один автограф. Змеиная личика мисс Дюпре дернулась вперед, опасно вытянув кожистую шею. — Отсутствует подпись Шокли Райта! — со свистом прошипела она. — Только ты всего! Линдия сразу стала легко и весело. О том, как мисс Эйкин старалась раздобыть для скучнейшей своей коллекции подлинную подпись Шокли Райта, в Райтселе слагались легенды. Годами она ищет образец своего почерка, и все ей не видят. От Джона Ф. и Гермионы Райт толку не было. Шокли Райт, приходившийся Джону Ф. дядей, был плейбой, беспутный парень и отчасти художник. Во время своего долгого пребывания в городе прославленных предков, дядя Шокли довольно опрометчиво позволил своей кистью увлечься красным цветом. В результате ему пришлось однажды холодной зимней ночью срочно отбыть из города на товарном поезде, проявив изрядную ловкость в свои-то шестьдесят с гаком. Да, но так или иначе, а шерифа округу он удержал от выполнения долга. С тех пор к великой радости клана Райтов о дяде Шокли ничего не было слышно. А для мисс Эйкин была уготована злая доля. Шокли Райт, по всей видимости, так и не собрался выучиться хорошо писать, вплоть до весьма почтенных лет. В юности жаль было времени для подобной чепухи, а потом чего уж тут. Существовали какие-то бумажки, конечно. Однако Герми Райт сожгла их сразу же после благоразумного исчезновения дяди Шокли. И вот в самый свой безрадостный час мисс Эйкин чудесным образом нападает на след одного образчика. Это случилось года два назад. Мисс Эйкин, исчерпав все очевидные источники, пошла копать глубже. Она решила опросить старые торговые лютры Айтсвилла. В конце концов она добралась до Майрона Гарбика, владельца аптеки на площади в Хай-Виридж. И у Майрона оказался нужный образец. Он вспомнил, что много лет назад Шокли Райт зашел возобновить рецепт. А поскольку данное лекарство содержало сильное снотворное, аптекарь должен был иметь расписку Шокли в регистрационной книге, которую Гарбик называл своим архивом. Мисс Эйкин была близка к обморку, но ухитрилась владать собой. Она спросила, можно ли получить этот автограф. Она была готова заплатить любую, любую сумму. Майрон Гарбик улыбнулся. Для него эта расписка не имела никакой ценности. И он мог ее просто подарить, мисс Эйкин. Однако на поиски требовалось время. Он не помнил точно год, когда была сделана эта запись. А архив его охватывал более двух десятилетий. Поэтому он должен был на выходной взять книгу домой, найти подпишу Кли Райта, аккуратно ее вырезать, а уж в следующий понедельник презентовать ее, мисс Эйкин. Но в субботу Майрон Гарбик скоропостижен скончался прямо в рецептурном отделе своей аптеки. Мисс Эйкин была вне себя. Не могло быть и речи о том, чтобы тревожить вдову в ее горе, хотя бы и по такому важному делу. Мисс Эйкин с трудом выждала приличествующий срок. Когда жена кинулась в нетерпении к миссис Гарбик по поводу драгоценного автографа, то обнаружила, что вдова фармацевта продала аптеку служащему покойного мужа Элвину Кейну, а сама переехала в Калифорнию. А этот человек, — процедила мисс Эйкин, клацая зубами, — этот Элвин Кейн... Да, вообразите, Кейн не захотел отдать автограф. Мисс Эйкин, — объявила Эмилин Дюпре, — решительно отказал. Линду кольнуло предчустие. Украдко она бросила взгляд на Дэви. Едва ли он вслушивался в этот роман ужасов, но при упоминании имени Элвина Кейна резко выпрямился. — Боюсь, я не совсем понимаю, — начала Линда. — В чем я-то, видите ли? Я долгое время пыталась заставить Элвина Кейна переменить решение, — поспешно заговорила мисс Эйкин. Но он не поддается. Вот и все. Всякие там высокие слова, профессиональная этика и прочие дребедень. Вот я и попросила Эмми Дюпре, понимаете, попросила попробовать, и я не смогла противиться мольбе Долорес. С достоинством продолжала мисс Дюпре. Как вы должны понимать, Линда, ставка очень велика. Это собрание райтов следует укомплектовать полностью. Ну, и я должна сказать, что, несмотря на все самые мои добрые побуждения, Элвин Кейн не счел нужным хотя бы отнестись ко мне вежливо. На днях он фактически выставил меня из своей аптеки, и тогда у меня появилась идея. Она глянула из потяжка на Дэви. Я сказала мисс Эйкин, если в этом городе есть особа, которая может что угодно вытянуть из Элвина Кейна, то есть именно все, что угодно, то это Линда Фокс. Еле издерживаясь, чтобы не зарать, Дэви сказал. Вон отсюда! Он был уже на ногах, руки у него тряслись. О, боже мой! Прошелестела мисс Эйкин. Она встала, сжимая сумочку. Мне кажется, Эмми нам надо... Ни в коем случае! Оборвала ее Эммилин Дюпре. Герой он или нет? А это наша последняя... Убирайся ты! Старая летучая мышь! Вам лучше уйти, понизив голос, сказала Линда. О, мы уйдем! Из рекламы из Дюпре вскинул голову. Но вы знаете пословицу? Нечистая совесть! Вы меня слышали? Очень спокойно спросил Дэви. И обе дамы спасли с бегством. Дэви! Он стоял весь красный. Какого дьявола она тут плела? Это старая ведьма. Что за намеки? Мне-то не нравится, Линни. Мне не нравятся подобные разговоры. Ревнуешь? Со смешком сказала Линда. Ты права. Все время, пока я был в Китае... Знаешь, Дэви... Холодно остановила его Линда. Если ты собираешься занудствовать и обсуждать эту глупость, сделаю, то ж пойду спать. Дэви молчал, стиснув зубы, выптив подбородок. Потом все-таки буркнул. Прости, Линни. Но когда она потянулась его поцеловать, то наткнулась на холодные твердые губы. А на следующий же вечер, когда все четверо фоксов сидели на веранде, наслаждаясь прокладным бризом после жаркого дня, по дорожке быстрым шагом поднялся Элвин Кейн с собственной персоной. Первой его узнала Линда, и сердце у нее забилось чаще. Она даже не понимала, почему. Не мог же Дэви всерьез подумать, а сердце стучало все громче, лицо загорелось, и она до смешного порадовалась сумерком. Потом его разглядел Дэви, и Линда зажмурилась, чтобы не видеть дикой ярости, вспыхнувшей в мужа. Но тут же широко распахнула глаза и сказала, как можно непринужденнее, — Привет, Элвин! Вот неожиданность! Эмили Фокс опустила резание на колени и с тревогой взглянула на племянника. — Привет, привет, привет! — жизнерадостно облагодетствовал всех Элвин Кейн. Это был смуглый, крупный мужчина, с крупной головой, широкий в плечах, широкий в боках, весь квадратный, отчего казался ниже ростом. Но непривлекательным вы бы его не назвали. Ну да, пронзительные маленькие глазки и редеющие на макушке курчавые черные волосы, зато великолепные зубы и красивой формы нос. А когда он скалился в ухмылке, в том широком подбородке появлялась ямочка. Одевался Кейн шикарно, лучше всех в городе, как любил говаривать Солгауди из магазина мужской одежды «Местный арбитр» по вопросам элегантности. Фармацевт был его самым выгодным заказчиком. И действительно, никто никогда не видел, чтобы на Элвине был небрежно завязан галстук и чтобы он появился без пиджака или в нечищенные обуви. — Так-так, Дэви, или, нужно говорить, капитан, у меня еще не было возможности тебе сказать, что мы тут все до чертиков тобой гордимся. Рад, что ты уже в прекрасной форме, ведь здесь с тобой хорошо ухаживают, мальчик. Кейн продемонстрировал ямочку на подбородке и взял Линду за руку. — Привет, малышка Линни, вижу, вижу, возвращение мужа тебя на пользу. Потом кивнул Эмили и Тальботу. — Миссис Фокс, мистер Фокс! Эмили нервозно что-то зашептала. Тальбот буркнул приветствие, подошел к приемнику и демонстративно прислонил к динамику ухо. — Решил взглянуть, что творится в вашем семействе, — продолжал Кейн, излучая улыбки, наделяя ими всех по справедливости. — А то уж в Райцере говорят, что вы все тут намертво закопались в своей норе. — Ну, знаешь ли, — возмутилась Линда. — Ох, извини, Элвин, не присядешь? — Нет, спасибо, я заскочил на секунду. Элвин достал платок из нагрудного кармана, аккуратно расстелил его на верхней ступеньке и выстроился на нем. — Теплеет, да? — Жалищ, почти как. Помнишь, Лин, в тот вечер в сентябре в рощи, когда мы с тобой показали всей нашей деревенщине, как надо танцевать румбу? Потом нам пришлось практически стриптиз учинить, чтобы обсохнуть. — Да, Дэви, мальчик, как здорово, что среди нас живет такой герой. — Я знаю про тот конкурс румбы, — сказал Дэви. — Линда быстро заметила. — Я описала Дэви об этом. — Элвин. — Да. Кажется, выдающийся носки научуял нечто неприятное в этой реплике. Но тут же сверкнулись зубы. — Верная, фрау! Слушайте, а почему бы вам, парочки домоседов, не прокатиться со мной на машине? Подышим воздухом. Что, скажете, бензина у меня полно? — он подмигнул. — Мне здесь воздуха хватает, — отозвался Дэви. — О, герой страниц деревенщины, да? И Кейн подмигнул одному только Дэви, потом обернулся к Линде. — А ты как, Лин? — Обещаю рук от роля не отрывать. — Спасибо, Элвин, но я действительно... — Ой, я абсолютно безвреден, — Элвин Кейн опять подмигнул Дэви. — Спроси любую куколку в городе, да хоть всех. Дэви встал. — Окей, Кейн, — сказал он. Эмилита уже вскочила. — По-моему, вы все тут мучаетесь от жажды. Линда сбегает в дом, достанет с холодильника виноградный пунш. — Кейн, ты что, не понял, — сказал Дэви? — Проваливай. Кейн уставился на него с глупым видом. — Лучше иди, Элвин. Линда попробовала сгладить ситуацию. — Да вещь не вполне поправился, чтобы поддержать компанию. — Он же... Он же велел мне, — бубнил Элвин постепенно багровее, потом прохрипел. — Знаешь ты, герой, чтоб я сейчас с удовольствием сделал. — Ну что? Дэви шагнул к аптекарю, но сразу остановился и посмотрел на свои руки. Они тряслись, как листья на кустах сирени под верандой. Тальбот Фокс выпрямился. Элвин Кейн бешеным взглядом смотрел на капитана Дэви Фокса. Накал страстей, прямки итальянский. Перекосившись от ярости, Кейн кинулся по дорожке к машине. — Дэви, дорогой! Линда просила, умоляла. Дэви ушел в дом. — Подожди минуту, Линда! — решительным тоном распорядилась Эмили. — Тальбот, выключи свое радио! Тальбот послушался без обычных протестов. — Настало, пора нам посмотреть в лицо этой беде! — спокойно продолжала Эмили. — Бесполезно делать вид, что все хорошо. — Как нам быть с Дэви? Линда, обхватив столб веранды невидящим взглядом, уставилась через омытую лунным светом лужайку на старую яблоню, которой они с Дэви доверяли свои секреты, когда были детьми. — Лис болен, сомнений нет, — сказал Тальбот, качая головой. — Я-то думал, он отрезал это дело от себя, но, сдается мне, он еще больше увяз. — Раз, не знаю, Эмили. — Я чувствую, что Дэви... — Ох, что-то он скрывает, — нахмурилась Эмили. Муж выразительно посмотрел на нее. — Да вот то самое! Линда крутанула с елой. — Что вот то самое? — Старую беду! — Сейчас до меня дошло. Сердечко мое, о чем я всегда говорил. С тех пор, как Дэви вернулся, я то и дело ловлю его на том, как он таращится в ту сторону. На дом Боярдо. Дэма одолела его этот дом. — Дом Боярдо? — Эмили бросила туда опасливый взгляд. Он так и стоял рядом. — Пустой дом. А откуда двенадцать лет назад Тальбот привел к ним мальчишку Дэви? — Я всегда говорил, что это ошибка, что нельзя им жениться. Лин и Дэви бросал тяжелые, как в луны, слова Тальбот Фокс. Я понимал, что Дэви не сумеет вычеркнуть прошлое. — Все не так? — крикнула Линда. Она побледнела, как трава под луной. — А что же еще? Тальбот растильно сморгнул. — Ах, Тальбот, Тальбот! — започитала Эмили. — Даже обсуждать это не хочу. И Линда убежала в дом. Глава четвертая Лис во сне Он плывет по реке, густой и красный, как томатный сок. Плывет быстро, мощными грибками, полной рвущейся из горла радости. Но скоро начинает злиться, потому что она пляшет перед самыми его пальцами, И он никак до нее не дотянется, сколько бы ни старался. Открыв рот, чтобы окликнуть ее, он хлебнул из потока и понял, что это не томатный сок, А что-то соленое, крепкое, резкое и острое на вкус. И вот уже Лью Бинкс лежит и кашляет у его ног. А снизу из колючек ведут пулеметный огонь миллионы японцев, и все пули летят в скалу, Образуя сплошной тоннель живого металла, поднимая вокруг них каменные осколки и завывая. И вдруг Дэви видит, как один японец встает и шагает прямиком к скале, Улыбаясь, приветливо кланяясь и стреляя от бедра на ходу. Тогда Дэви приподнялся и бросил у него камнем, Но камень свободно пролетел сквозь его тело, А японец все идет себе и идет, и по мере его приближения Дэви увидел, что у японца-то лицо Эллина Кейна. Кейн подходил все ближе, улыбаясь, расшаркиваясь и постреливая, И руки Дэви начали чесаться, трястись, и... Дэви открыл глаза. Он был в тюрьме. Над ним висела серебряная решетка. Прогоняя сон, он сел на кровати. Порыв ветра проник сквозь жалюзи, Серебряная решетка на потолке заколыхалась с ними в такт, И снова застыла в неподвижности. Он не мог справиться с руками. Их трясло просто жестоко. А внутри еще эти колючие пузырьки. Скорчившись на кровати, он чувствовал жар простыни, Липнущие к телу. Под каплями стекал по щекам, по груди и по спине. Он буравил глазами ладони, пытаясь разглядеть пузырьки и унять дрожь. Потерпев фиаско, он в бешенстве засунул ладони под себя, Но тряска просто поднялась вверх по рукам, Плечи тоже хватило дрожь. Дэви облизнул губы, попытался рассуждать, Но мозг тоже не поддавался управлению. Ты садишься ему на хвост. Тихий стон заставил его резко повернуть голову. Линда на второй кровати. Лунный свет падал ей на шею, на горло. Она лежала на спине, разметав от жары руки и ноги. Горло. Серебряное, нежное, живое и беспомощное в лунном свете, И тоненькая жилка бьется слабым пульсом. Кровь. Бинкс. Скала. Завывание. Японец. И лицо Элона Кейна. Пульс у нее в горле. Теперь загололый в ногах. Он высвободил ладони. Внезапно он оказался на полоске блеклого коврика между их кроватями, стоял и смотрел вниз на лунно-призрачную плоть. Быстрые пузырьки толкнули его руки вперед, и они потянулись к ней, продолжая трясти сно, чувствуя появившуюся цель. Они дигались к этой плоти, коснуться ее, ощутить ее, закопаться в ней и таким образом покончить с тряской, пузырьками и непрерывной головной болью. Глаза Линды раскрылись. Деви! Он выпрямился. Холодный, напряженный, в полном сознании. Что случилось, дорогой? Она зевнула. В зевке приоткрылись зубы. Видно, осталась изогнутая линия горла. Нежная, безвинная и совсем беззащитная. — Ничего особенного, Линни, — пробормотал Деви. — Я не мог заснуть, подошел тебя поцеловать. Она улыбнулась, закопавшись в подушку. — Ты мой ангел! Деви наклонился и коснулся ее губ. — Спи, милая! — Я тебя люблю, Деви! Линда вздохнула, еще раз улыбнулась, закрыла глаза и еще повозилась в подушках. Деви стоял и смотрел на спящую жену. Через жилюзи в комнату проникли звуки колокола католической церкви в Лоу-Виллидж. Удар их отсчитывали время земной жизни. Его сразу, всего целиком, охватила дрожь. Он весь съежился, дрожал и не мог остановиться. Кажется, все тело покрылось ледяной коркой. Он бросился на свою кровать и плотно подоткнул простыню вокруг собственного горла. Так и лежал, дрожа и молясь о вечной и пустой тьме. Глава пятая. Лисьи лапы. Следующие ночи Деви посвятил попыткам перехитрить приступ, который покалывал, тряс и направлял его руки. Это всегда начиналось одинаково. Живописный сон с кровью, преследованием, смертью и опасностью. Затем пробуждение в поту, в удушье и с дрожью в руках, рядом с Линдой, по-летнему раскинувшейся во сне на соседней кровати. А дальше надо было вступать в игру. Оставаться в своей постели. Оставаться в своей постели, так чтобы ни в коем случае не дать себе подойти к другой кровати и не подчиниться покалыванию в пальцах и ладонях. Он боролся беззвучно. Линда ничего не знала. В такие моменты в его голове возникали как бы пустые пространства, в которых бушевали беззвучно завывавшие чудовищные бури. Из-за этого неслышного урагана он не мог мыслить строгими образами. Линда превращалась из женщины в ненавистную идею. И для него самого это было ужасно, поскольку более спокойные отсеки его мозга хранили образ настоящей Линды, живой, осязаемой, верной, любимой и любящей Линды. Но эти отсеки были спрятаны очень глубоко, словно в морских пещерах. На поверхности свирепствовал шторм, сотрясавший его, как судно, брошенное на волю волн, сотрясавший его целиком. Но особенно сильно пальцы. Не Элвин Кейн был подлинным героем этой драмы. Да, Вера сказал это не сразу. Он как будто смотрел через затемненное окно. Картина была смазанная, но что-то вроде первобытного чутья пробило сквозь путаницу, по крайней мере, к одному факту. Элвин Кейн — это только предлог. Нет, истинная ненависть была направлена против Линды. И именно из-за того, что это было так истерически беспричинно, Дэви обнаружил в себе волю сразиться с этой ненавистью. И он сражался, внутренне побежденный, ночь за ночью, и снова очередную нескончаемую ночь. А Линда спала, иногда поворачиваясь так, что ее горло опасно открывалось. Сон приходил к нему только с полным изнеможением. Обычно Дэви проваливался в бессознательное состояние, выиграв еще один бой, когда в комнату уже проникал холодный серовато-белый рассвет. Но в долгих боях и неубедительных победах Дэви познал еще более пугающую истину. Рано или поздно в этом жестком соперничестве он уступит. Рано или поздно он проиграет схватку. Не сможет себе помешать переползти со своей кровати на соседнюю. Вечер давил мертвой тяжестью. Ни ветерка, ни шороха, малейшее напряжение и сразу потоки пота. Нервы трещали. Они все сидели на веранде, дыша, как рыба на песке. — Дело к дожью, — вымолвил Тальбот и вытер шею. — Да еще и с грозой. — А, летчик? — Да. Дэви вяло посмотрел на небо. Беспорядочные облака постепенно собирались в многослойное нагромождение. Линда пожаловалась. У меня голову как железными обручами стиснуло. Дэви, пойдем наверх. — Я не хочу спать, Лин. Ты иди. Без тебя не пойду, дружок. — Плохая будет ночь, — подумал Дэви. — Лучше не испытывать судьбу. Сегодня мне вообще нельзя спать. Она не заметит. Поднявшись с кресла качалки, он подошел к ней, шаркая ногами. — Не будь упрямой девчонкой. Она подняла к нему открытое, незащищенное лицо. Даже в сумерках было видно, что под глазами у нее зарегли фиолетовые полукружья. — Она знает, — вдруг прозвучало у него в голове. Но как она узнала? — Зачем же нам обоим не спать? А ты иди, Линни. Не майся. Вот так, ненавязчиво. Только вместе с тобой. Черт, убери, Линни. — Ну, хватит уже, дети, — заворчала Эмили. — Господи, спаси, какая тяжесть в воздухе. Еле дышу. — Дэви нуждается в покое, — упрямилась Линда. — Посмотри на него, мама. Он опять теряет в весе, выглядит как черт после мессы. Дэви дернулся. — Вот же, глазастая, все ты замечаешь. Линда, лисичка. Линда встала. — И не думаешь, что сможешь надуть меня, лисенок? Ничего у тебя не получится. Ты сию же секунду пойдешь со мной и ляжешь в постель. Я ее одурачу, — без особой надежды думал Дэви, пока они, обнявшись, тащились сверх по лестнице. Надо будет убраться из спальни и проболтаться где-нибудь на улице. Уж сегодня-то обязательно. — Ты не против, если я немного почитаю, Лин? Небрежно бросил он, возясь со шнурками. Линда раздевалась. — Не стоит, дорогой. Говорю же тебе, я не засну. Контролируй голос. — Ну, хорошо, — сказала Линда. — Почитай тогда мне вслух. В первые недели после возвращения Дэви часто ей читал. Вроде бы делал что-то полезное. И Линда любила лежать на кровати с каким-нибудь мелким шитьем и слушать его чистый глубокий голос. — Ты уже сколько мне не читал, — продолжала Линда. — А ведь классная идея. Ладно. Он поднялся. Никакой надежды. — А чего ж ты не разулся, — донимала она. — Все, долой, генерал! Вон молча кивнул. Когда он вышел из ванной комнаты, Линда лежала в его постели. — Ну, нет, — подумал он. — Нет. Он зевнул. — Где эта книга, которую мы читаем? Прямо перед твоим глупым носом промурлыкала Линда. Она лежала на спине с загадочной улыбкой, глядя в потолок. Она порозовеяла и посверкивала глазами. Он уж давно ее такой не видел. Волосы цвета старого золота она перевязала изумрудно-зеленой лентой в тон шифоновой ночной рубашки. — На твоем столике, милый! — А, да, ну, конечно. Дэви нервно хмыкнул. Он взял переиздание. — Жизни и времени Арчи и Мехитабля. Вытащил служившую закладкой старую фотографию, на которой они с Линдой были запечатлены у яблони, и начал быстро читать вслух, расхаживая взад-вперед по комнате. — Ну же, Дэви! — прервала его Линда и похлопала по кровати. — Ты что, так и будешь читать на ходу? У Дэви сдреслись руки. Он тупо на нее посмотрел. — Ну, хорошо. Он подошел к качалке, стоявшей у окна, и стал монотонно читать дальше. Линда не сварила с него глаз. Он нудно читал. — Всегда веселиться. Вот мой девиз. Всегда веселиться. Внезапно она соскочила с его кровати и забралась на свою. Ее маленькая личка съежилась и побледнела. — Не обращай внимания, Дэви. Кажется, я засыпаю. Дэви перестал читать. — А-а-а! Значит, вот что она удумала. Линда закрыла лицо руками и воткнулась в подушку. Он заметил, что у нее руки вздрагивают. Он перевел глаза на свои. То же самое. Дэви быстро засунул их в карманы халата. Когда Линда, наплакавшись, заснула, Дэви вылез из качалки и прошел мимо ее кровати, убеждая себя, что ее здесь нет. Тихонько присел на край своей постели. Руки он так и держал в карманах. Не вынимал даже, чтобы лечь. Просто подогнул колени и упал навсничь. А свет-то... Свет-то они не выключили. Но Дэви не посмел сделать лишние движения. Он лежал и прислушивался к тяжелому дыханию Линды. Порывом ветра, шуму листвы, к шлепкам и пощелкиваниям шторо-ставни, слыша все и не воспринимая ничего. И началась долгая ночь. Маленькие хризопразовые часики на столике Линды показывали два одиннадцать, когда разразилась гроза. Ослабленной борьбой Дэви услышал шепот дождя. Поначалу это не имело для него никакого значения. Затем быстрые вспышки, словно далекие залпы тяжелой артиллерии, разорвали ночь. А подворчание и треск сильного грома он уже сидел на кровати. Дождь усиливался. И молнии, и громы, потоки ливня обрушивались на землю и сталкивались между собой. Линда застонала, заворочилась, и пружины неприятно заскрипели. Дэви осторожно повернулся взглянуть на нее. Он увидел раздражающий красную щеку и золотистые волосы. Они взмокли на виске и спутались. Он заставил себя отвести взгляд. Каждый удар грома отдавался прямо в его мозгу. Каждая молния высекала в нем вспышку огня и тяжелые хлопки мокрых штор. Дождь заливал в комнату. Как раз на коврик, который связала еще матушка тетки Эмили в 1893 году. Тетя отдала его Линде, и Линда очень им дорожит. И он циреет, водой пропитается. Ну, вставай, встань с постели, подойди к окнам и закрой их. Довольно простая задача. Даже чересчур. Ловушка с презрением, подумал Дэви. Черт, ты возоподня, а я в нее не попадусь. Он рассмеялся про себя. Считаешь себя умным? Да, но эту хитрость я разгадал. Он не сдвинулся с места. Но Линне здорово рассердится. Может быть, вещь сядет от дождя. Будет забавно, если Линда проснется утром, а коврик съежится до размеров почтовой марки. При этой мысли опять где-то глубоко внутри зародился смех, но тут же перешел в глухое рычание, которое толчком выбросило его из постели. И вот он уже наклоняется к жене, скрючив пальцы. Он уже ни о чем не думал. У него не было воли. Его телом руководила некая внешняя сила, громадный сгусток энергии. Его руки вытянулись. Чужие руки не его. Он наблюдал за ними отстраненно. Линда проснулась мгновенно. Просто открыла глаза и пристально на него уставилась. А руки уже метнулись к горлу, вцепились в его пальцы и принялись их оттаскивать. Шторы хлопали, дождь хлистал в комнату, а тело Линды резко дергалось, пытаясь вырваться из тисков. Рот широко раскрылся, дыхание со свистом врывалось из груди. Щеки из красных сделались фиолетовыми, серым налетом глаза затуманились. Свист перешел в булькане. Ноздри затрепетали, как лист асиновый. Руки ее ослабли, но тело еще подергивалось или выгибало, слово, без костей. Из глубочайшей тьмы, замирающей жизни, возник свет. Он поразил не только зрение. Этот свет в равной мере был доступен чувствам. Он обладал мощью, способной сдвигать горы, и Дэви эта сила передвинула. В комнате пахло озоном. Дэви пытался думать. Его руки спокойно висели вдоль тела. Затем он увидел Линду. Она лежала в своей постели неподвижно, все еще держа руки у горла, все еще глядя на него. Она с трудом ловила воздух. А вот глаза жили своей, отдельной жизнью. Она не боялась, она смеилась. Она готова была к смерти. Память обрушилась на него. Он отшатнулся, упал на свою кровать и сам себе, не веря, уставился на жену. Линда пошевелила губами. Она силила что-то сказать, но получился лишь набор прерывистых, неясных звуков. Она проглотила слюну и поморщилась. Все же ей удалось выговорить. «Ты пытался меня убить, Дэви?» У нее был неузнаваемый голос. Он смотрел на нее, не отрываясь. «Дэви!» Он облеснул гобы. «Ты меня убивал!» «Наверное!» Дэви потряс головой. Простой, ничего не значащий жест. Но, начав трясти головой, он уже не смог остановиться, так сидел на кровати, тряся головой. Неожиданно он ощутил прохладные ладони на своем лице. Линда стояла перед ним на коленях, растрепанная и полное сострадание. Шея у нее раздулась и побогровела. Он издал слабый умоляющий звук и попытался откинуть голову, но ее руки держали крепко. «Дэви!» Раздался стук в дверь, и Линда вскочила на ноги. Быстро сделал несколько глотательных движений. «Да!» отозвалась она и сглотнула снова. «У вас с Дэви все в порядке?» послышался встревоженный голос Тальбота Фокса. «Да, папа!» «Слава Богу!» «Последняя молния ударила в трубу!» «Линни!» «У вас, правда, все хорошо?» «Да, папа!» «Мы испугались, но теперь все прекрасно!» «Насколько я понял, серьезного ущерба она не нанесла, только выбила несколько кирпичей. Нам повезло!» «Мама здорово перебугалась!» «Скажи сердечком у него, что у тебя с голосом?» «Да так ничего, папа!» «А хрипло!» «Может быть, простудилось!» «Этот дождь залил нам комнату!» «Не беспокойся о нас!» «Да утром придется надеть шарф и сказать, что горло болит!» «Спокойной ночи, папочка!» «Спокойной ночи, дети!» Послушались тяжелые шаги на лестнице. «Дэви!» «Почему ты ему не сказала?» «Почему ты это сделал?» «Я не знаю». «Почему ты не сказала дяде Тальбату?» «Разве ты не знаешь?» «Я не жду, что ты мне поверишь». Слова никак не соотносились с действительностью. У него был плоский голос, бесцветный, механический. Линда силой встряхнула его. «Дэви! Посмотри на меня! Ты же должен знать! Ты что, так сильно меня ненавидишь?» «Я люблю тебя!» «Но тогда...» «С этим желанием я боюсь каждую ночь!» «Вот уже не знаю, с каких пор Линни!» «Ведь это только руки, пальцы!» «Понимаешь, что-то приходит ко мне!» «Я сражаюсь!» «Все перепуталось!» «Я ничего не понимаю!» «Сегодня была духота!» «Гроза!» «Совершенно внезапно я потерпел поражение Линни!» «Дэви поднял на нее красные потерянные глаза!» «Ты ведь не думаешь, что я хотел сделать такое!» «А как же ты смог?» «Не знаю!» «Все это время я был болен!» «Я не мог остановиться!» «Не смотри на меня так!» «Точно так на меня смотрел Лью Бингс в Карачи!» «Он попытался отстраниться, но Линда обняла его крепче!» «Я никак на тебя не смотрю, дорогой!» «Просто я пытаюсь посмотреть на это!» «И хватит враждовать со мной!» «Дэви, лучше выговорись!» «Пожалуйста, дорогой, давай я помогу тебе!» «Дэви тупо таращился на нее!» «Ты хочешь сказать, что даже теперь я же люблю тебя!» «Может, я полная дура, но ни за что я не поверю, что ты действительно хотел меня убить!» Он затряс головой. Она погладила его голову и остановила тряску. «Это все старая беда, правда?» Мягко спросила она. Ответ она прочитала по глазам, еще до того, как он рот открыл, но он все равно заговорил, и теперь слова полились бурным потоком облегчения. Он был как растерянный мальчишка, оказавшийся в материнских руках. «Я думал, что все это умерло и похоронено, Линни, но в Китае оно вернулось, все перемешалось. Говорю тебе, последние недели, наверное, война как-то повлияла, не знаю, я просто зациклился. Бингс, кровавые сны, а тут че-то блюдо, Кейн!» «Господи, Линни, ты думаешь, я псих?» Он все-таки сумел разжать, обнимавши его руки, и оклепился от нее, как будто боялся ее заразить. «Дэви, если бы это было так, военные психиатры обнаружили бы...» «Да верно, что это не так». Он принялся шагать по комнате. «Они говорили, что я не сумасшедший, что-то о неврозе страха. Ну вот...» Линда медленно поднялась на ноги и опять обняла его. «По крайней мере, мы знаем причину». «И что с того, что мы знаем причину?» Зарал он. «Эти психиатры пытались накачать меня наркотиками, и я послал их ко всем чертям». «Да что ты, Дэви, знание причины — это путь к исцелению». «Только не в моем случае, Ирин. Я уже пытался выполнять все их предписания. Они прописывали мне все виды терапии и даже заставляли меня вязать. Вязать вроде успокаивает нервы. О, теперь я умею вязать, плести кружева, распускать петли, не хуже самых искусных мастериц!» Горько произнес он. «Но это не помогает. Проклятие какое-то, проклятие, которое я несу в себе с тех самых пор, как был ребенком. А мой отец...» Дэви замолчал, потом спокойно сказал. «Линни, мне нужно уйти от тебя. Я обязан был это сделать уже давно. Еще одну такую ночку я не выдержу. Едва ли в следующий раз шарахнет молнией, чтобы меня остановить». Линда опустила руки. После грозы похолодало, ее била зноб. Обхватив себя за плечи, она села на край своей кровати, а Дэви все больше распалялся. «Ну, почему ты ничего не скажешь? О чем думаешь? Всегда веселиться, всегда вот так-то, Дэви. Что? Я думаю, Дэви, — сказала она, подняв голову, — нам нужна помощь извне. И немедленно. От колдуна какого-нибудь, что ли. Ну, хватит уже, Дэви, — невозмутимо произнесла она. Что толку рвать на себе волосы? Думаю, что тебе нужно помочь, и можно помочь. И мне кажется, я знаю, как именно. Эта мысль крутится у меня в голове уже несколько дней, но как-то нелепо было упоминать об этом раньше, а теперь, после того, что случилось, какое-то голодное выражение появилось в его глазах, надежда на выздоровление, вероятно. Но вслух он проговорил, — мне никто не поможет. Кажется, я знаю человека, которому это по силам. Я не хочу никаких врачей, а он и не врач. Нет, — Дэви посмотрел на нее с подозрением, — а кто же? Ты помнишь, какая беда стряслась в семье Петти и Брэдфорд несколько лет назад? Ты говоришь о том писателе, — изумился Дэви. Он не только писатель, Дэви, он детектив. Ну и что, Линни? Он уже приезжал однажды в Райтсил и пытался помочь Райтам в их беде. Как я понимаю, обычно он помогает людям, не исключено, что поможет и нам. Интересно, каким образом детектив сумеет что-либо сделать для меня, Линни? Двенадцать лет назад он еще мог как-то пригодиться. А теперь не тряси головой, Дэви. По этому поводу у меня есть соображение, — решительно заявила Линда. Может быть, это дикость, может быть, ребячество. Но я долго ломала голову, и получается, что это единственное, чего мы не пробовали. Давай напишем Элли Реквину и условимся о встрече. И не спорь со мной, Дэви, Фокс. Глава шестая Рассказ Лиса Эльдери усадил их в своей гостиной, налил рюмку бристольского сливочного ликера для Линды и смешал виски с содовой себе и Дэви. Мне доставляет удовольствие снова встретиться с кем-то из Райдсвилла, — сказала. Я полюбил ваш городок. Как поживает Патриция Райт, то есть Брэдфорд? О, отлично, — ответила Линда. Все та же прежняя, Петти. Они с картом ужасно счастливы. Ужасно, мистер Квинн. Дэви просто сидел, сложив руки на коленях, неловкий, как мальчишка, и оглядывал комнату. Эльдери ему внимания не уделял. — А ребенок, Пэт? — Ну, малышка, нора теперь же большая девочка. У Пэтти их уже двое. В прошлом году родился чудесный крепыш. — Могу себе представить, какого там папочки, — хмыкнул Эльдери. — Кстати, я получил письмо от Пэт, с той же почтой, что и ваша миссис Фокс. Она весьма благоприятно отзывается о вас и вашем муже. — Да, Пэтти собиралась. Я звонил ей, прежде чем обращаться к вам. Она очень сердечно к нам относится и обещала написать вам. — Да уж сердечно, — обронил Дэви. Что-то ее поблизости не наблюдалось. — Она звонит, — спокойно возразила Линда. — И это не ее вина, Дэви. Он мучительно покраснел. — Знает ли Пэт, или, может быть, карт о вашей беде? — Нет. — О, нет, мистер Квинн. — Быстро, — сказала Линда. — Никто об этом не знает. Даже маме с папой мы не говорили. О том, что случилось с той ночью в грозу, нам, кажется, они не поймут. — В конце концов, придется сказать, — нахмурился Эльдери. — Ну, капитан, — сказал он вдруг, — вот вы сидите здесь и очень себя жалеете. Так, Дэви вздругу. — Прежде чем мы продолжим, я должен вам сообщить, что обычно я не трачу свое время и сочувствие на мужей, которые душат своих жен. — Что вы можете сказать в свое оправдание? Дэви уж просто пылал. — Вы не поняли, мистер Квинн, — вмешалась Линда, просив тревожный взгляд на Дэви. — На самом деле здесь нет вины, Дэви. Это что-то гораздо более сильное, чем он, чем вообще любое человеческое существо. — Я бы предпочел, чтобы ваш муж говорил за себя сам, миссис Фокс, — сказал Эльди, цепко держа Дэви своими прозрачными глазами. — Ну, капитан, почему вы пытались убить свою жену? Дэви сверкнул на него взглядом, но тут же уронил голову, потом схватился за стакан и залпом выпил. — Потому, — сказал он с самым безнадежным тоном, — что мой отец убил свою. Эльери кивнул, как если бы такой ответ ему все объяснил. — Ваш отец убил вашу мать? — Да. — Подождите, я плесну еще. — Возясь со льдом из содовой, Эльери буднично продолжил. — Я просмотрел, конечно, газетные вывески, которые вы вложили в конверт, но они мне мало что сказали. Прошло двенадцать лет. — Все так, мистер Квинн, — опять вступила Линда. Эльери, предостерегающий на нее, взглянул и подбодрил Дэви. — Давайте дальше, капитан. Выкладывайте все. — Мне было десять лет, — тусклым голосом заговорил Дэви. — Линде девять. — Мой отец, Боярд Фокс, приходится братом моему дяде Тальботу. У них был общий бизнес в Райцере. Боярд и Тальбот Фокс Компани, слесарный инструмент. Две семьи жили рядом. Дядя Тальбот с тетей Эмилией и Линдой в том же доме, где и сейчас. А мы, мать, отец и я, в соседнем, наши дома стоят на холме. После того, что произошло, дядя Тальбот забрал меня к себе, а дом моих родителей закрыли, оставили все как было и заперли. Он и сейчас там стоит, в нетронутом состоянии, снаружи и внутри. Никто его не снял и не купил. В Райцере к подобным вещам относятся суевеем. Эльери кивнул, вспомнив красивый домик, в котором он побывал несколько лет назад. Моего отца арестовали, судили и признали виновным. Это дело довольно сильно всех взволновало. Газеты на нем сыграли, прозвали отца, Райтселлским лисом, всячески над ним издевались и унижали. Его приговорили к пожизненному заключению и направили в тюрьму штата, там он находится по сей день. В его виновности никто не сомневался. Исходя из фактов, отец единственный человек, у которого была возможность отравить ее. Во всяком случае, так говорили. Мать я любил, как, наверное, все дети. Это моя мама. А отца я любил совсем иначе. Можно сказать, он был моим героем. На уикенд папа часто брал меня на рыбалку или просто пожить в лесу. Он учил меня разным вещам. Рассказывал о лесе, о жизни животных и птиц, о деревьях и растениях, мхах и насекомых. Не знаю, где он этого всего нахватался. Но я точно помню, что он принадлежал к типу один и всегда был немного грустным. Он душу отводил в наших совместных походах вдвоем со мной, а для меня это вообще были замечательные деньки. Мы уезжали не так уж часто, поскольку мать была нездорова, ее нельзя было слишком надолго оставлять одну. Мы и вовсе не могли бы никуда выбираться, если бы дядя Тальбот и тетя Эмили не жили в соседнем доме. Они о ней заботились, пока мы были в лесу. Уставив в камин, Дэви осушил второй стакан риски с содой. Как я говорил, мне было всего десять лет, и когда мне сказали, что мой отец убил мою мать, я дрался и шипел, как кот в углу. Я не верил, не мог поверить. Мой отец, нет, только не он. А после суда меня туда не пустили, и, естественно, я не знал, как там все было. После того, как тетя Эмили и дядя Тальбот поговорили со мной, я и сам хотел умереть. В голове у меня все смешалось. Я уже никому и ничему не верил. Думаю, такого шока не вынес бы ни один десятилетний ребенок. Эль рекоменул. Вот, одним из последствий стало то, что я не захотел видеть отца. Просто не мог. Я осилился забыть, что он был моим отцом. Вообще, что какой-то человек по имени Боярд Фокс имеет ко мне какое-то отношение. А он, он подписал документы, по которым дядя Тальбот становился моим опекуном. А ко мне переходило все имущество отца, включая его долю в предприятии, под опекой дяди до моего совершеннолетия, как будто он умер. Наверное, он считал, что будет там, где он находится, равнозначно смерти. Да и опять надел свою милую улыбку, и Линда закрыла глаза. Долгое время после смерти матери ее звали Джессика, мистер Квинн. Я не мог думать ни о чем другом, кроме того, что мой отец убийца, а я сын убийцы. В моей голове возникла странная идея. Я решил, что это как голубые глаза, черные волосы или веснушки. Если отец такой, значит, скорее всего, и ты такой будешь. Физически я похож на отца, это факт. Дядя Тальбот говорит, что я в точности как отец, когда он был в моем возрасте, хотя я выше и крепче его. Поэтому постепенно во мне поселился жуткий страх. Страх? — переспросил Эллири. Да, я боялся, что тоже вырасту убийцей. Линда взяла Дэви за руку, Эллири перевел взгляд с Дэви на Линду и обратно. — Продолжайте, — сказал он. Я не хотел взрослеть. Я не мог избавиться от фамилии Фокс и моего прошлого. Дети в райцвеле это поняли, да и родители их были ненамного добрее. Правда, взрослые хоть посмеивались из-под тяжка, а дети вопили мне в лицо. Ну, мало я был упрямый и не поддавался. Кулачные драки у нас были каждый день, но удирать, нет, меня никто не мог доставить. Поэтому я рос дерзким, резким, подозрительным, да еще все время втайне боролся с этим развившимся во мне детским страхом перед жизнью. Вы, можете сказать, нездоровым страхом перед зачатками убийцы, которые я носил в себе, унаследовавших от отца убийцы. Чувш, не имело смысла все это рассказывать, да, мистер Квинт? «Очень даже имело, капитан», — ответил Эллири. Какое-то время, прямо перед войной, я думал, что справился. Мы с Лин тогда решили, что любим друг друга и всегда любили. И вот в мой последний отпуск перед отправкой в Китай мы решили пожениться и рассказали семье моим, дяде и тете, приемным родителям Лине. Дядя Тальберт уперся намертво, и я разозлился. Но дядя Тальберт практически предсказал, что должно случиться. И тетя Эмили тоже боялась прошлого. Как оказалось, они знали меня лучше, чем я сам. Возможно, проявилось что-то вроде семейного инстинкта. Не знаю. Как бы то ни было, но нам с Лин не пришлось на них надавить, чтобы они дали согласия. Я обнаружил, как они были правы, представьте себе, в Китае, сражаясь с японцами. Мы с Лью Бингсом разбились, и я провел в горах семь недель, прячась от японских патрулей, добывая еду, таща на спине Бингса, у которого были прострелены ноги. И в конце концов они нас приперли к стенке. Слава Богу, это была небольшая каменная стена. Они побежали навстречу огню моего автомата. Наверное, это кровавая баня. Японцы, падающие, как кукла от моих пуль. Все это толкнуло меня в омут, откуда я до сих пор не могу выбраться. Потом были госпитали. Китай и Индия. Смерть Бингса. Возвращение в Штаты. Но я мог думать только об одном. О том, что я убивал. Я убивал со своего Р-38, когда настигал самолет японца. Я видел маслянистый дым из смертельной эпике. Я убивал из автомата, укрывшись за выступом скалы. Убивал из наших с Бингсом пистолетов 45-го калибра. Убивал. Убивал, убивал, как иногда это бывает во сне. Это мне от конца. Ты просто убиваешь и убиваешь. И ничто не может тебя остановить. И все, кого ты встречаешь на пути, умирают. Я был в ужасе от самого себя, потому что получил доказательство. Раз и навсегда во мне определенно течет кровь моего отца. Я прирожденный убийца. Вернувшись домой, я продолжал думать о себе таким образом. Довольно расплывчато. Прирожденный убийца. Убийца. Вообще, я думал не об убийстве конкретных лиц. А просто, просто об убийстве. Объяснить это иначе я не могу. Эль рекомнул. Но, побыв какое-то время дома, я обнаружил, что стал думать об убийстве более конкретно. Я думал об убийстве Линни. Дэви поднялся на ноги, оставив Линду неслышно плакать на диване. Каждую ночь я боролся с этой навязчивой идеей. Но я знал, что рано или поздно проиграю. Знал, что сделаю это. Я говорил вам, мистер Квин, это дичь какая-то бессмысельца. Бог свидетель, как я люблю мою Линни. В этом мире она для меня все. Кроме нее, для меня ничего и никого не существует. Так было всегда. И сейчас ничего не изменилось. Дело не в Линде, не в том, что она сделала или не сделала. Тогда была еще эта история с Элленом Кейном. Он ухаживал за Линни, когда еще она училась в школе. И кто-то позаботился прислать мне в Китай письмо с грязными сплетнями о ней. Кейн часто мне снился. Это не были приятные сны. Но я знаю, что Линн меня любит. Она не способна на измену. И даже если бы она захотела мне изменить, то никогда не выбрал бы такого типа, как Кейн. Нет, нет, дело не в Линде. Я бы скорее дал японцам взять себя живым, но только чтобы ни волоса с ее головы не упала. Я имею в виду, когда я в норме. И все же я не могу себя остановить. Я знаю, однажды ночью что-то, скрывающееся внутри меня, что-то мерзкое, кровожадное, сильное, как дьявол в аду, вырвется наружу и заставит меня убить жену. Так же, как оно заставило моего отца убить его жену. В ту ночь фактически это и произошло. Мистер Квинн, это был не я. Это был кто-то другой. Я находился в стороне, наблюдая за ним и испытывая боль от того, что он творил. Но я не мог его остановить. Поверьте мне, мистер Квинн, я просто не мог. Дэви медленно отошел к окну и стал смотреть вниз на западную 87-ю улицу. Рука на окне тряслась. — Мистер Квинн, помогите нам, — задала Линда, — и вы поможете. От этого зависит здоровье Дэви и вся наша дальнейшая совместная жизнь, и наши будущие дети. От этого зависит жизнь Линды, — сухо проговорил Дэви, не оборачиваясь к ним. — Давайте называть вещи своими именами. — Эллири, — выбил трубка подставку для дров, — я думаю, — дружелюбно заметил он, — можно не принимать в расчет навязчивую идею о прирожденном убийце, развившуюся у вас, капитан, в Китае. Это была естественная кульминация после примерно 11 лет психологической подготовки, которые, между прочим, включали и подростковый период, когда вы вынашивали в душе мысль о вашей дурной наследственности. Важен момент кристаллизации этой навязчивой идеи после возвращения домой. — Страх перед тем, что вы похожи на отца, особенно по отношению к жене, был глубоко спрятан в вашем подсознании, и воздействие военного опыта вытолкнуло его на поверхность. Я только предполагаю, но психиатр, вероятно, сказал бы, что зацикленность на отце, сублимация отца и ненависть к матери заставили вас перенести эту ненависть на Линду. — То есть, что не Линда является истинным объектом ваших фантазий на тему убийства, а ваша мать в образе Линды. — Мама! — ахнул Дэвис, споткнувшись о невидимое препятствие. Заплаканное лицо Линды посветлело от непонятной радости. — Во всяком случае, — продолжал Эллири, — такие вопросы лежат далеко за пределами моей компетенции. — После вашего рассказа я очень склоняюсь к мысли помочь вам, капитан Фокс, и вам, Линда, это уж само собой разумеется, но я не вижу способа, если уж психиатр опусти ей руки, как вы пишете. — Линда вскочила на ноги. — Мистер Квинн, способ есть. — В свете того, что вы только что сказали, я совершенно уверен, именно вы способны нам помочь. — Эллири бросила на нее острый взгляд. — Вы думаете, Линда? — И как же? — Расследуйте это дело. — Продолжение следует... Продолжение следует...